Экстримы приключения, горное восхождение, лесные походы и вылазки, зимние ночевки в сугробах, ныряние в ледяные водоемы и выживание. Военное дело и тактика, курсы выживания, экспедиции и путешествия. Все о мужских приключениях на канале Саймона, подписывайтесь, ссылка в описании. Здарова, сегодня мы поговорим про моторные масла. Вообще эта тема в интернете набирает очень много просмотров и поэтому абсолютно все, кому не лень, делают какие-то тесты, обзоры, рекламу и так далее. Для начала хотелось бы вам напомнить, что искусственно симулировать двигатель на каком-либо стенде просто невозможно. Да и это неправильно, потому что на моторное масло в реальном двигателе воздействует очень много факторов. К примеру, влажность окружающей среды, перепады температуры, в которой эксплуатируется двигатель, качество и химический состав присадок бензина, который использует ваш двигатель. Вплоть до того, из каких металлов состоят запчасти вашего мотора, будь то болты и шпильки, направляющие втулки, клапанов и так далее. Конечно же может возникнуть вопрос, а при чем здесь вообще химический состав металлов? Да все просто, все знают, что у любого моторного масла добавляются присадки для различных целей. Так вот, эти присадки по-разному могут взаимодействовать с металлами, снижая ресурсы деталей двигателя. Я думаю, самый наглядный пример – вазовская коробка передач. Имеет латунные синхронизаторы, которые, грубо говоря, быстрее разъедаются дорогими маслами для коробок. Все дело в том, что в иных коробках используют другие материалы синхронизаторов, поэтому у них таких проблем нет. А наши неопытные дозаводы, желая продлить срок службы своей коробки передач, льют дорогущее масло. И, во-первых, переплачивает, во-вторых, снижает ресурс. Обидно. Лейте в коробку своего тазика простую минералку или максимум полусинтетику какого-нибудь ТНК. И будет вам счастье, пацаны. На своем опыте проверим. То же самое происходит и с деталями двигателя. Какие-то присадки в масле подходят, а какие-то нет. Отсюда и пишут автопроизводители список рекомендуемых масел для вашего автомобиля. Так мы убедились, что никакой стенд не сможет объективно дать оценку качества моторного масла. Что же тогда делать? Все правильно. Нужно исходить из личного опыта или опыта людей, которые ни много ни мало съели на этом собаку. Имея опыт постройки заряженных моторов, я раскрываю эту тему немного с другого ракурса. Более наглядно и просто. Поэтому заумных и ненужных фраз здесь нет. Может прозвучит несуразно, но фирма-производители цена на моторное масло не влияет на ресурс двигателя. Естественно возникает вопрос, какого хрен? Все дело в том, что цена образуется в основном из-за виды количества присадок в моторном масле, которые расширяют температурный диапазон использования, очищающие его свойства, пиковые нагрузки и так далее. Таким образом, если двигатель эксплуатируется без продолжительных перегрузок, своевременно ощущается замена моторного масла и фильтрующих элементов, то ресурс его будет ну очень долгим. Причем на любом наторном масле. Так один дедушка на своей семерочке без капитального ремонта проехал 700 тысяч километров, заливая обычную минералку типа лукол. Я думаю, у многих есть такие типичные друзья знакомые, которые льют дешевое масло, своевременно его меняют и правильно эксплуатируют автомобиль. При этом совершенно не знают проблем с двигателем. А есть персонажи, кто льет дорогое суперское масло, правда замена его осуществляется не так регулярно, как должно быть, либо не со всеми расходниками. В итоге в один прекрасный день мотор умирает. И хозяин начинает верить в мировой сговор автопроизводителя. Типа моторы стали делать хуже, не то что раньше, типа выгони когда они ломаются и бла-бла-бла. А на самом деле все дело в прокладке, между рулем и сиденьем. И не более того, задумайтесь об этом. Теперь про чистящие свойства масел. Единственное масло, которое я бы никогда не рекомендовал вам использовать, это мать его кастрол. Оно не то что не очищает, оно его нахрен покрывает каким-то говном, типа смолы или какого-то налета. После этого приходится чуть ли не выкидывать весь мотор целиком. Опять же, есть и обратная сторона медали. Если масло слишком хорошо очищает поверхности деталей двигателя, то далеко не факт, что оно хорошо их защищает и обеспечивает наилучшее скольжение. Поэтому нужно выбирать масло с золотой серединой. Не слишком пачкающее и не слишком моющее. Конечно же, ездить на минералке лукой для меня лично, ну просто нереально сложно. В мороз хрен запустишь двигатель, жару установить слишком жидкое, нельзя навалить, ибо оно перегреется и потеряет свои свойства вообще и так далее. Поэтому приходится открывать технические паспорта на то или иное моторное масло и сравнивать их характеристики. Реальную вязку из при отрицательных или больших температурах двигателя вы можете найти только в этих паспортах, а не на этикетке, типа 10W40 и так далее. Таким образом, лично для своей команды мы определили список масел, которые мы используем каждый день или для определенных целей. Например, после сборки мотора, для его обкатки всегда заливаем S10W40 полусинтетику. Правда, сейчас это масло называется Mobile Ultra. После обкатки либо заливаем GT1 5W50, да, это то масло, которое нам прислали для тестов, либо мотор остается на S10W40 дальше. Честно сказать, чаще остается на S10W40, так как дешево, сердито, легко достать, в отличие от GT1 у нас в городе. Есть, правда, третий вариант для всяких там рекордов. Мы используем Motul 300W. Почему? Да потому, что в основе его лежат уже не не все продукты, а растительные живые. Дело в том, что моторное масло так или иначе попадает в камеру сгорания, будь то через кольца, через направляющие клапанов и маслосъемные колпачки, или через систему картам и газов, где оно и детонирует в той или иной степени. А детонация, как мы знаем, самая большая причина всех убитых моторов. Так вот, растительные жиры детонят меньше, отсюда и срок службы больше. Дизель эффект. Кто когда-либо занимался оружием, в частности в пневматике, знает, что это за эффект. Когда в юбку пульки капают масло и стреляют, при этом звук быстро напоминает уже огнестрельный, пулька уже летит на сверхзвуке, и ее мощность увеличивается в 2-3 раза. Грубо говоря, все то же самое происходит и в моторе, только мощность не увеличивается, а мотор разрушает. Ну что, подведем итог. Тематика сегодняшнего видео очень обширная, уложиться рассказать все в одно видео просто нереально. Но мы с вами рассмотрели основные моменты, как моторное масло может взаимодействовать с двигателем, помимо того, что оно его смазывает и снижает трение в деталях. Также немаловажно помнить о прокладке между рулем и сидением. Ни одно самое крутое масло в мире не спасет ваш двигатель от вас самих же. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, нашу группу ВКонтакте и Инстаграм. Ставьте лайки и рассказывайте друзьям. Всем удачи на дорогах, до новых встреч, пока!